Француз вез с Украины на родину центнер взрывчатки, детонаторы и калашниковы. Все для терактов во время чемпионата Европы. Содержали украинские пограничники. Больше никаких подробностей. Но французские спецслужбы не исключают, что это как раз подтверждение информации о том, что террористы собираются атаковать стадион в Марселе, на котором будет проходить матч России-Англии 11 июня. План такой атаки нашли в компьютере Салаха Абдеслама, того самого, кто планировал теракты в Париже и Брюсселе. Причем у него были не только фотографии Марсельского стадиона, но и окрестных баров, в которых будут собираться болельщики. И это серьезная угроза. Французы уверяют, что безопасность во время турнира гарантирует, но чемпионат будет проходить в нескольких городах. И болельщики должны быть крайне вдительны. ИГИЛ угрожать продолжает. Моя коллега Яна Подзюбан постаралась понять, как Франции устоять, если спецслужбам приходится готовить спецоперацию за спецоперацией. Навалилось на них все и одновременно. И террористы с угрозами, и профсоюзы с забастовками, и стихии с хлябами, развершимися. Если бы такое показали в кино, зритель бы решил. Сценаристы перегнули. Франция встречает футбольных болельщиков в чрезвычайном положении и с оранжевым уровнем метеотревоги. Военные с автоматами на улицах, очереди за бензином. А вот теперь и сама природа будто против. Всю страну затопило. Мне очень страшно, извините. Садитесь, пожалуйста. Ой, я в жизни такого не переживала. Некоторые поселения эвакуированы почти полностью. Между городами затоплены трассы. Есть и погибшие 4 человека. 24 получили ранения. Операции по спасению продолжатся как минимум до следующей недели. А после мы постараемся вернуться к нормальной жизни как можно быстрее. Я хочу поблагодарить пожарных еще раз. Они до сих пор активно работают. Хотя вот только на эту минуту уже провели 28 тысяч эвакуаций. Большую часть в центральном регионе Иль-де-Франс. В столице Сена не просто вышло из берегов. Власти Парижа оказались в шаге от крайних метров. Точнее, в метре. Вода остановилась на отметке в 6 метров. В 7 это уже потоп. Послушайте, это же настоящий спектакль. Театр. Этот уровень Сены впечатляет. Я бы ни за что не хотела менять даты поездки. Даже если бы знала, что ждет меня здесь. Сейчас в Париже какой-то особый дух. Это красиво или опасно? Это опасно и очень красиво тоже. Если было бы лето, можно было бы купаться и играть в воде. Карта туристических маршрутов. Переписаны стихией. Закрыли знаменитый Арсен, Национальная библиотека, Музей Бранли, Выставочный центр Большой дворец и Лувр. 150 тысяч экспонатов перенесли на верхние этажи. Античные скульптуры и запасников разобрали и постоянную экспозицию исламского искусства. Ощущая сену под ногами, то есть буквально стоя в реке, легко прочувствовать весь размах и разгул стихии. А еще с этой точки, глядя на Лувр, легко себе объяснить, почему сотрудники музея, не дожидаясь сигнала от полиции, начали срочную эвакуацию произведения искусства с нижних этажей. Судя по уровню сены, подвалы музея уже давно под натиском воды. Под водой оказались тротуары и проезжая часть. Судоходство по реке закрыто. Под землей остановились поезда. Линия метро и пригородных электричек вдоль сены до сих пор опасная зона. Движение в городе затруднено. Ливни смыли деньги страховщиков. Ущерб по предварительной оценке 600 миллионов евро. В этом легко убедиться. Вот эти плавучие квартиры и кафе были у берега. Теперь берег в 30 метрах, а этот ресторан стоял на земле. Теперь вода под самую крышу. Чтобы сена вернула свои берега, нужны две недели, а потом еще время на реставрацию и ремонт. Нескоро гости города и чемпионаты Европы по футболу смогут выпить чашечку кофе на набережных Парижа. Если в городе вода пошла на убыль, то вниз по течению все еще прибывает. Сохраняется угроза затопления пригородов. Среди них и Круасси-Сюрсен, где будет жить и тренироваться наша сборная по футболу. Бурно Шамизут за мэра по спортивной части приходит на берег несколько раз в день. Ждет с сены погоды. Уверяют, футбольному полю, где будет тренироваться российская сборная, ничего не грозит. Ничего, кроме гусей. Стая птиц облюбовала свежую зеленую траву. Охранники в ярких желтых куртках вместо пугала гоняют пернатов. То, что вы видите, это называется гусиная охота. Это гуси из России, и каждый год они останавливаются здесь, в Круасси, на той самой площадке, где теперь будет тренироваться российская команда. Примерно 150 гусей выходят каждый день на тренировочную площадку. Это видео было снято позавчера. Кроме шуток, у российской сборной к полю вопросы оставались до последнего. Пришлось жаловаться инспекторам УИФА. К понедельнику работу обещают закончить. По полю ходить можно, не смущайтесь. По нему же будут даже бегать. Единственное, что мы можем испортить, это нашу обувь. Видите, нога не проваливается, потому что под травой песок. Это часть дренажной системы. Так вода стекает. Видите, нет луж. А еще это дает разницу в цветах. Поле полосатое. Точь в точь, как на большом стадионе. К понедельнику выровняем поле катком. Наведем лоск достойной высшей лиги. Российская сборная будет чувствовать себя здесь, как дома. Круасси-Сюрсен – элитный пригород Парижа. Для 10 тысяч жителей приезд нашей сборной – главное событие года, а может и нескольких. На время европейского первенства мэр и его команда решили стать ближе к России. Обещают спектакли, концерты и даже русский рынок начали с выставки. Россия глазами французских художников. Медведи и самовары. Ожидаемо, но мило. Кстати, чай из самовара накануне дегустировали все сотрудники. В обязательном порядке. Единственное, что мы не сделали, наша местная команда так и не выучила калинку. Мы планировали, но не успели. В отеле, где будут жить футболисты, по-русски знают пока только два слова – «да» и «нет». Для российской команды закроют один этаж. Особых требований, как выяснилось, наша сборная не выдвигала. А те, что были, удовлетворить не составило труда. Ну, кроме одного. Это шоколад. Представители сборной, с которыми мы в контакте, запросили у нас совершенно особый шоколад. Вот только такой. И дали нам название марки. Ну, вы знаете, Франция славится шоколадом. Но мы не смогли найти эту марку. Так что шоколадки двух видов – черный и молочный – футболисты привезут с собой. Впервые в истории чемпионата Европы футболистов всех сборных будут сопровождать эскорты безопасности. А ведь кроме 24 команд еще и 8 миллионов болельщиков. Полтора из них, по данным полиции, иностранцы. Спецслужбы подтверждают, Франция по-прежнему цель номер один для ИГИЛ, запрещенной в России организации. Сообщается в распоряжении террористов беспилотники с бомбами и химическими зарядами. В компьютере Салах Абдеслам, участника атаки на Париж в ноябре прошлого года, следователи обнаружили множество будущих целей. Среди них и матч в Марселе, сборной России и Англии. Последняя информация шокирует еще больше. Как сообщает французское издание Липон со ссылкой на отчет главного управления внутренней безопасности Франции, среди 3,5 тысяч сотрудников частных агентств, нанятых для охраны чемпионата Европы, 82 оказались в списках граждан, потенциально угрожающих госбезопасности или способных совершить теракты. Чтобы оставить фан-зоны в городе все-таки открытыми, глава полиции Парижа Мишель Кадо запросил власть увеличить количество полицейских. Мобилизовано 93 тысячи стражей порядка. На входах на стадион будет тройной контроль, в небе объявят бесполетную зону. Но при первой угрозе доступ закроют и к экранам, а матчи проведут без болельщиков на трибунах. Сорвать чемпионат пообещали и профсоюзы. В Париже по-прежнему бензиновый дефицит. Бастуют АЭС, железнодорожники и сотрудники метро. Митинги против трудовой реформы минимум дважды в неделю заканчиваются столкновениями с полицией. Камни, дымовые шашки, разбитые витрины, слезоточивый газ и полицейские дубинки становятся в Париже привычной картиной. Для нас, французов, чемпионат Европы – это возможность выйти из пузыря страха, из проблем политических, экономических, чтобы наконец-то воцарилась другая атмосфера. Футбол нас вновь объединит. На стадионах должны быть болельщики, стадионы не должны пустовать. Но, видимо, французы отдельно, а профсоюзы отдельно. В начале чемпионата они грозят общенациональной стачкой небывалых масштабов. Впрочем, любители футбола, а также те, кто на евро рассчитывает заработать, верят. Чемпионат Европы пройдет гладко. И долгожданному футбольному празднику ничто не помешает. Ничто и никто. Уже завтра сборная России по футболу прилетит в Париж. Яна Подзюбан, Алексей Лабушкин, Федор Сухарников, Сергей Чивелло. Первый канал. Франция.